Микс Ньюс Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Пеков, студия, это программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся и говорим на культурные темы, и как раз таки мы поговорим о тех концертах, которые в ближайшее время будут представлены на ваш суд. И сегодня в нашей студии замечательный музыкант органиста и музыковед и организатор многих мероприятий культурных в нашем городе Елена Привалова-Эпштейн. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И мы все знаем вас как организатора многих концертов органной музыки, и на этих концертах, которые начинались как органные концерты, постепенно появлялись уже и другие музыканты, и другие инструменты звучали. И вот в принципе я понимаю, что сейчас можно сказать, что этот проект ну, выходит уже даже на новый уровень, и в ближайшие дни, вот, ну, в ближайшее время нас ожидает целый цикл монографических концертов. Вот что это такое? Да, многие наши радиослушатели знают по церкви Столу Павла, где мы проводим концерты каждый четверг и воскресенье благотворительные, и я расширяю свою организаторскую деятельность, и которая влечет за собой расширение исполнительской деятельности. мы начинаем проводить серию концертов в церкви святого Иоанна, в простонародье Иоанне Базница. Церковь находится напротив церкви святого Петра в старом городе. Я задумала серию монографических концертов. В ближайшее время, это 13 апреля, первый концерт Антонио Вивальди. Помимо знаменитого цикла времена года, будет двойной концерт для виолончели с скрипки, концерт для органа и концерт для виолончели с органом. А как вообще получилось так, что к органу стали добавляться другие инструменты, и вот мы знаем вас именно по этому циклам органной музыки, а здесь... Да, вы знаете, конечно, мне больше нравится, я больше люблю исполнять сольную органную музыку, органное творчество. Но иногда получается, что какие-то такие большие концерты публике интересные сочетания ансамбли. Я когда жила в Москве, получилось так, обросла ансамблями, что можно было по пальцам сосчитать сольные концерты, потому что всё время возникают какие-то солисты, которые хотят сыграть с органом, потому что это очень необычный и очень интересный ансамбль получается. Орган почти как оркестр, но не нужно собирать целых 50 человек для репетиции. И так, когда я переезжала в Ригу, подумала, всё, никаких ансамблей. Я продержалась, наверное, полтора или два года, играя в основном сольные концерты, но потом всё-таки я осознала, что необходимы ансамбли, и это расширение репертуара, и это возможность играть огромное количество произведений самых разных жанров и самых разных композиторов. Потому что можно исполнить даже тех композиторов, которые никогда не писали для органа. Как и в этой серии монографических концертов, которые я задумала в Церкви Святого Яна. Первый концерт – Вивальди, второй концерт – Моцарт, 14 мая, третий концерт – Пётр Ильичайковский, 11 июня. Все три первых концерта и все композиторы, которые, можно сказать, не писали для органа. Вот те раз. Да. Вот вроде бы организатор, органист, и вдруг выбирает тех композиторов, которые для органа специально ничего не писали. Да, это действительно удивительно, и я когда поняла, с каких композиторов я стартовала, удивилась, но поняла, наверное, в этом что-то тоже есть, потому что мне хотелось взять творчество наиболее ярких композиторов для монографических концертов. Конечно же, это Антонио Вивальди, цикл «Времена года», произведение, которое просто у всех на слуху. И мы сейчас настолько много репетируем, что даже моя трехлетняя дочка напевает «Начало осени». Она никогда не напевает мои органные сочинения, когда я играю на органе, а здесь она с удовольствием поет, и я поняла, что эта музыка настолько близка к каждому человеку, что, конечно, это правильный выбор начать с Вивальди. И мне, как органисту, немножко, конечно, обидно, что Вивальди, будучи даже католическим священником, не написал ни одного сочинения для органа, хотя орган всегда сопровождал католические мессы. Он использовал его в качестве аккомпанемента для хоровых сочинений, там, в глории, в каких-то кантатах, ораториях и ни одного сольного сочинения. Это исправил орган Себастьян Бах, его современник, коллега. Он переложил три концерта для скрипки и струнного оркестра для органа. Долгое время эти концерты приписывались творчеству Иоганна Себастьяна Баха, но сейчас, уже в 20 веке, все уже знают, что это сочинение именно Антонио Вивальди и лишь аранжировка Иоганна Себастьяна Баха. Вот удивительное представление об авторских правах было в те времена. Да, совершенно по-другому относились. Бах много музыки переписывал. У него есть и концерты Марчелло и других композиторов, и он резко подписывал их авторство. Я сомневаюсь, что он хотел просто переписать себе. Я думаю, что это с какой-то невнимательности, скорее всего. А возможно, это было где-то приписано, но переписчиками нот могло быть утеряно. И вот получать такой концерт «Реминор» будет исполнен в транскрипции Баха в нашем концерте 13 апреля. Стоит отметить, что когда я выпустила билеты в продажу на билишу-сервис, билеты стали просто разлетаться. Для меня, как для организатора концертов с большим стажем, ведь это только в Риге я проживаю шестой год, концерты в церкви Столу Павла я провожу четвертый год, это благотворительные концерты без билетов. А в Москве у меня очень большой фестиваль «Органные вечера в Кусково», которому в этом году будет 10 лет. 10 лет, юбилей. Да, юбилей. И у меня очень большой организаторский опыт, и когда я увидела, что за два месяца до начала концерта билеты просто как птицы с кустов разлетаются, я поняла, что все дело Вивальди. Рижане настолько любят времена года, настолько любят Вивальди, и также знают наш сложившийся коллектив Юрий Савкин, Ирина Валикжанина, виолончель, и я, что просто моментально раскупили билеты. У нас билеты на вечерний сеанс закончились за месяц до концерта. То есть уже билеты проданы? На вечерний концерт там осталось 10 билетов в разных точках. Это можно сказать, что их нет. И мы сделали второй концерт. Я как раз приглашаю радиослушателей на концерт в 15.00. Билеты также. То есть я делаю концерты благотворительные церкви Святого Павла, но здесь у нас уже большая аренда в церкви Святого Яня. Я не могу делать благотворительные концерты. Делаем по билетам, но все равно в сравнении с другими организациями у меня сохранился этот принцип недорогих билетов. Билеты у нас 7 и 10 евро и 5 евро в 7 льготном категории. И пенсионерам, и студентам, и инвалидам. И то есть я постаралась сделать все равно доступным наши концерты, потому что это очень важно, чтобы максимальное количество рижан смогло прийти на наши концерты. И вот такой дополнительный концерт, который тоже можно сказать разлетается в 15 часов. Это первый концерт цикла монографий. А почему именно монографий? То есть что вкладывается в это понятие? Это концерт, посвященный одному композитору. На самом деле вот сейчас в церкви Столу Павла проводился очень большой фестиваль Иоганн Себастьяна Баха. Было 9 концертов, и мы все равно не смогли вместить даже 10% его сочинений. Более того, когда я планировала фестиваль, я предположила, что я смогу исполнить хотя бы половину своего наработанного репертуара музыки Аганна Себастьяна Баха. Но оказалось такое количество желающих и столько желающих исполнить произведение Баха и певцы гитаристы скрипачи виолончелисты что не хватило И вот когда я даже составляла Вивальди я понимала что конечно это времена года А что еще? Вы только представьте написано около 500 концертов инструментальных для сольных инструментов с оркестром 300 оркестров из них для скрипки с оркестром И конечно среди этого огромного репертуара сложно выбрать то что хотелось бы сыграть Но тем не менее мы взяли концерт для виолончели с оркестром до мажор двойной концерт для виолончели скрипки это когда солирует и виолончель и скрипка аккомпанирует оркестр времена года цикл концертов ну и конечно оркестр будет замещать орган вы знаете часто случается что орган называют и королем инструментов и иногда говорят орган оркестр потому что по количеству тембров красок он подобен симфоническому оркестру и как никакой другой инструмент фортепиано ни в какое сравнение не идет как он может сопровождать сольные инструменты но это мы говорим уже вот именно об интерпретациях аранжировках к сожалению это все все первые три концерты это все аранжировки это все транскрипции над которыми мы работали и продолжаем работать то есть мы берем клавиры берем партитуры и приспосабливаем для исполнения для такого состава скрипка виолончель и орган конечно ни Вивальди ни Моцарт ни Чаковский не писали для такого состава но вот Моцарт это другая история к нам присоединится в этом концерте еще одна скрипка Лена Нея Калнене она первая скрипка в симфоническом оркестре латвийском и вот там мы исполним уже оригинальное сочинение которое создал Моцарт 17 церковных сонат для двух скрипок виолончели и органа это оригинальное сочинение для такого состава и более того это единственное сочинение для подобного состава ни один другой композитор не написал сочинение для такого ансамбля Моцарт написал 17 сонат которых назвал церковными на самом деле это абсолютно светская музыка почему они называются церковные дело в том что они были написаны для исполнения на воскресных службах и поэтому музыка праздничная солнечная все 17 сонат мажорные и лишь одна из них в медленном темпе и то не в медленном а в темпе анданты но они я понимаю такие одночасные то есть мы говорим 17 сонат и вот чтобы публика не подумала что это будет очень-очень долго там бесконечно но это одночасные это одночасные произведения небольшие это можно сказать что как одна часть сонаты сонатами он их назвал наверное по строению по составу камерному ансамбле потому что наверное тогда можно сонатами было назвать камерную инструментальную музыку написанную для подобного состава потому что у него даже есть сонаты для фортепиано которые полноценные трехчастные иногда четырехчастные сочинения а эти сонаты ровно на час целый час жизнерадостной музыки вы знаете кстати я очень удивилась что Вольфганг Амадей Моцарт не столь популярен в Латвии как например даже в России здесь уже очень любят Вивальди познакомились с творчеством Баха когда я сделала я немного опасалась когда делала фестиваль Баха в церкви Стоу Павла в марте я опасалась что будет мало публики но на каждом концерте было очень большое количество слушателей то есть Бах он востребован вы знаете он стал востребован я наверное вот свою публику мне удалось уже немножко воспитать это звучит самонадеянно но дело в том что когда я начинала концерты церкви Стоу Павла то аншлаговые концерты были на пьицолу музыку кино на саксофон то есть на такую легкую популярную музыку также потом были аншлаги на Вивальде времена года не сразу тоже постепенно публика узнавала эту музыку и вы представляете за 4 года моей работы в церкви Стоу Павла для меня просто было откровением и большой радостью что на фестиваль на 9 концертов ко мне на каждый концерт приходило минимум 200 человек для целой Риги это крохи но для одной церкви и для фестиваля это очень значимо ведь начинала я концерты с 4 человек 4 человека было на первом моем концерте в церкви Святого Павла 4 человека а сейчас на открытии в церкви Святого Павла наверное было 500 и я понимаю что рижане которые стали ходить в церкви Святого Павла они уже полюбили Баха они знают что он абсолютно разный это может быть грандиозные масштабные произведения которые пронзают до кончиков пальцев а также может быть проникновенные хоральные прелюдия или какое-нибудь сочинение для скрипки и виолончели соло Баха знают и Баха уже ждут а вот Моцарт оказалось что над этим надо работать вот я тоже поражаюсь потому что мне казалось ведь каждого композитора вот вы говорили что дочка напевает Вивальди но действительно Вивальди и Баха опять таки ну то есть мы уже вот где-то в подкорке а Моцарт тарададан тарадан то есть хитов вот таких ну условно говоря огромное количество мелодий которые просто знает абсолютно каждый может быть он не знает что это Моцарт но он абсолютно точно слышал эту музыку Все напевают и турецкий марш, турецкая ронда, и напевают сороковую симфонию, и маленькую ночную серенаду, и мелодии свадьбы Фигара. Наверное, Моцарт лидер по количеству популярных мелодий и рингтонов, потому что эта мелодия настолько ложится на слух, и её легко петь, произносить. Даже Вивальди не так легко напеть, как Моцарта. И даже в эпоху Моцарта как раз многие композиторы жаловались, что последний замшелый цирюльник поёт Моцарта. То есть они все напевали арии Моцарта, потому что эти мелодии легко ложатся на слух и, более того, легко интонируются. И я знаю, что когда в России делаешь программу с Моцартом, она также в лёд расходится. Особенно, конечно, это «Реквием», последнее произведение Вольганга Амадея Моцарта. Это моя мечта, как организаторы, как исполнители, потому что там есть орган, исполнить в Риге это монументальное сочинение. Но сейчас мы сделали 17 сонат светских, и я вижу, что аудитория пока не готова, что аудитории надо рассказать о том, что эта музыка великолепная, что это интересно слушать, что, возможно, Моцарт, благодаря многим кинофильмам, стал таким жизнерадостным гулякой. Фильм Амадей, в смысле? Нерадостная музыка солнечная. Его немного приземлили. Все композиторы, которые творили после Моцарта, они все его возносили. Он был композитором номер один практически у всех. Композиторов-романтиков и русских, как, например, Петр Ильич Чайковский, который у нас будет третьим в цикле наших монографий. Но почему-то 21 век Моцарт начал немного приземлять именно слушатели, может быть, за счет этой легкости восприятия его музыки. И я надеюсь, что вот этот концерт «17 сонат» как раз начнет и свою образовательную функцию, и что слушатели придут к Моцарту, поймут, что это очень качественная, очень профессиональная музыка. И музыка, которую надо слушать и которую интересно слушать. Мы буквально сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся в студию. Продолжается программа «Встретились, поговорили», Олег Пеков в студии, Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом. И сегодня мы разговариваем с музыкантом, органистом и организатором концертов классической музыки Ильина Привалова-Эпштейн в нашей студии. И вот мы как раз остановились на том, что в Яне Базнице, в церкви Иоанна будет три концерта, таких монографических концертов, Вивальди, Моцарт и Чайковский. Вот, кстати, за эфиром мы как-то уже попробовали найти общее все-таки, что роднит этих всех трех композиторов. Ну, мы нашли то, что они не писали оригинальные сочинения для органа, но в то же время у них у всех была достаточно трагичная жизнь. Редкие композиторы могли бы похвастаться благополучной жизнью. И несмотря на то, что для многих Моцарт – это композитор такой солнышко, жизнерадостный, но тем не менее он всю жизнь провел в бедственном положении, он не хотел идти служить ни к одному князю, потому что в те времена, если ты был под покровительством князя, то ты был на правах слуги. И Вольвен Камаде никогда не мог с этим смириться. Более того, у него были большие гонорары за сочинение «Свадьба Фигара», за симфонии, но именно в эти времена были проблемы со здоровьем сначала у его матери, затем у его любимой жены Констанции, и все гонорары уходили на их лечение. Ведь это, по-моему, как раз была практика, когда он единоразово получал гонорар, и дальше вот партитура переходила в собственность человека, который покупал, наверное. В собственность театра. Но дело в том, что, знаете, как в те времена, какие были условия. Опера ставилась какое-то время, ставилась в театре, а потом нужно было ставить новое. Очень редко оперы возобновлялись. Не было репертуарных театров. То, что мы сейчас видим, когда поставили один раз Евгения Онегина или «Свадьба Фигара» Моцарта, эти произведения ставили и звучали месяц, в лучшем случае два месяца. Девять раз «Свадьба Фигара» я где-то читал именно, что после детей ее сняли. Все, снимали. Потому что публика посмотрела, они хотят новое. И вот он получил гонорар, и, естественно, эта опера больше не ставится, и, соответственно, он больше не получал гонорара. Нужно было писать новое сочинение. А организации типа вот «Латвийской Аккала» там не было, не существовало, которая бы могла бы сразу же... Ах, играете, да, играете Моцарта, пожалуйте. Да, какие-то сочинения издавались, издательства оплатили крохи за эти издания. И, конечно, вот Моцарт влачил просто бедственное существование. У Вивальди конец жизни тоже был очень тяжелым, когда он попал под опалу и был выдворен из Феррары, поехал в Вену. Вена – это город Моцарта, как мы знаем. Город, в котором творили очень многие композиторы. Но Вивальди там ждала абсолютная неудача. Он пока ехал в пути, за это время скончался князь, который ему покровительствовал и который его ждал. А больше он не был никому не нужен. Был никому не нужен в Вене. Он поселился у какой-то вдовы и продавал свои сочинения по одному дукату. Был похоронен в общей могиле. Так же, как Вольганг Амадей Моцарт. Но если, например, смерть Антонио Вивальди не вызывает ни у кого никаких споров, потому что, во-первых, он болел астмой, и он, конечно, не смог пережить своего такого бедственного положения, потому что при жизни он был обласкан судьбой. Он жил достаточно богато. Ему покровительствовали многие князья и в Италии, и в Австрии. То вот Моцарту жилось гораздо-гораздо труднее. Как, собственно говоря, и Чайковскому, который тоже после того, как закончил с юриспруденцией, ведь он сначала был юристом, не как композиторы Моцарт и Вивальди, он тоже влачил достаточно жалкое существование и жил благодаря меценатству фон Мэг. Практически история удивительная, загадочная, ведь они, по-моему, даже не встречались. То есть лично, я не знаю... Они только переписывались. Переписывались, да. И она как раз очень финансово поддерживала Петра Ильича Чайковского. И я думаю, что для нас, для музыкантов, для всего человечества это большой показатель. К сожалению, сейчас вот такое меценатство очень редко присутствует, когда помогали бы вот так музыкантам или творческим деятелям. Сейчас такую функцию берет на себя государство. Мы знаем, в каком прекрасном положении находится там Валерий Гергер, например, или Юрий Башмет. Но в то же время это же не те же самые величины, как является Петр Ильича Чайковский. Ну и причем хочется действительно отметить, что это было абсолютно бескорыстно. И со стороны фон МЭК это была действительно поддержка без каких-либо... Претензий и возврата. Возврата, то что она получала, не знаю, права на его произведения или какие-то... Нет, никаких обязательств у Петра Ильича Чайковского не было к этому. Как возник третий этот концерт Петра Ильича Чайковского 11 июня в церкви Святого Яна? Для меня июнь, так как вот все равно жители России часто ассоциируются с Санкт-Петербургом и с Белыми ночами. И когда музыкант думает о Белых ночах, это сразу Петр Ильич Чайковский. И вот цикл «Времена года», где есть произведение как раз «Июнь, Белые ночи». Это произведение, кстати, я исполню на органе, очень красиво звучит. Чайковский не написал ни одного сочинения для органа. Он его использовал только как в качестве тембровой краски в симфонии «Манфред». При этом Петр Ильич Чайковский в годы обучения в Санкт-Петербурге играл на органе в Петерикирхе, замещал на богослужениях своего педагога, но, тем не менее, обошел своим вниманием мой любимый инструмент. Тем не менее, есть очень красивые переложения, например, «Шестой симфонии» для органа. И самое известное переложение – это «Сюита», «Щелкунчик» из одноименного балета. Я это сочинение очень люблю играть во время рождественских праздников Церкви Става Павла и уже два года подряд исполняла именно на православное Рождество. А сейчас несколько пьес из «Сюита и щелкунчик» также войдут в нашу программу с Юрием Савкиным и Ириной Валикжаниной в июньскую программу. Но там будут и произведения для скрипки с оркестром, и виолончели с оркестром. И вот орган опять-таки будет имитировать симфонический оркестр. То есть в одиночку придется изображать, изображать, изображать. Выполнять работу целого симфонического оркестра. Но орган в Церкви Става Яна этому это позволяет сделать. Четыре мануала, 60 регистров, большой инструмент, красочный. И я думаю, что там Чайковский будет звучать очень здорово. И мне хотелось вот в эту программу, я понимаю, что орган – это в первую очередь зарубежные композиторы. Но мне всегда хочется, чтобы звучала русская музыка. Она не так часто звучит сейчас в Латвии. Есть многие композиторы, мои любимые, например, Римский Корсаков, который практически не исполняется. И я думаю, из-за того, что редко ставится его опера, это в первую очередь оперный композитор, наши современники, рижане, вообще почти о нем не знают. Конечно, в России эти композиторы первого ряда и Мусоргского, и Римского Корсакова, Глинку постоянно исполняют. А здесь, в Риге, это большой пробел. И поэтому, несмотря на то, что композиторы, которых я перечислила, они ничего не написали для органа, но тем не менее, вот эта серия монографических концертов, она будет продолжена и с зарубежными композиторами, и с русскими. То есть первые вот эти концерты, это такие заявки самых известных композиторов, которые на слуху у каждого рижанина. Вивальди 13 апреля, 14 мая Моцарт, 11 июня Чайковский, дальше в июле у нас будет Бах, потом будет Гендель, а потом опять мы пойдем с уклоном в русскую музыку. Я очень хочу исполнить и Римского Корсакова, и Мусоргского. Кстати, картинки с выставки звучали же. Картинки с выставки, это играет как раз Евгения Лисицына, и я думаю, что для такого монографического концерта я приглашу ее к участию, потому что она сама сделала эту аранжировку. И вот, кстати, Евгения Лисицына также даст концерт с артистовой Яна, 30 апреля в 19 часов будет концерт, и там будет Бах и Вивальди времена года в ее собственной транскрипции, в аранжировке. Для нашего состава, сложившегося Юрий Савкин, Ирина Валикжанина, и вот я, орган, можно сказать, не написано оригинальных сочинений. Вот будет Моцарт, где к нам присоединится еще одна скрипка Ленина и Калнини, да, это квартет, как оригинальное сочинение Моцарта для двух скрипок, Виланчели и Органа. А вот для нашего трио есть тоже одно сочинение, и мы посвятим концерт этому композитору, неизвестному. Это Йозеф Райнбергер. Слушатели церкви Стоу Павла с ним уже знакомы. Благодаря Пасакали, Ми-минор из его восьмой сонаты чудесное произведение, красивое. И многие, когда после его прослушивания подходят и говорят, как так, мы вообще не знаем этого композитора. Но это действительно очень яркое, интересное произведение. И вот Йозеф Райнбергер, которого музыковеды причислили к композиторам второго, а то и третьего ряда, вот он написал как раз несколько произведений для разных ансамблей, чего не делали другие композиторы, к сожалению, для ансамблей с Органом. И вот у него есть как раз трио для скрипки, виолончели и Органа. И наш один из монографических концертов уже осенью будет посвящен именно Йозефу Райнбергеру. Как организатор я понимаю, что мне будет, наверное, сложно привлечь полный зал к этому композитору. Но как органист и как исполнитель я надеюсь на чудо и надеюсь на то, что слушатели придут в первую очередь и на наш, на наше трио, на наш состоявшийся ансамбль и поймут, что мы играем очень качественную музыку, очень интересную и те произведения, которые интересно слушать. Я знаю, что сейчас такая тенденция среди многих коллег, когда играют музыку как бы для себя, когда хотят исполнить во что бы то ни стало современные сочинения и не идут на угоду публике, считая, что публика дура. Но я считаю, что в первую очередь мы как интерпретаторы, мы музыку играем для кого-то. я могу играть сочинения, если для самой себя, могу играть дома и могу одна играть в церкви. Вот я хотел спросить, а дома-то как? Одно дело, ну не знаю, скрипка, на которой можно дома играть, а орган-то, вот, наверное, наши слушатели спросят, каким образом? Да, да, у меня стоит дома трёхмануальный орган, то есть три клавиатуры, полная педаль, но в нём есть громкость, это электронные органы, то есть я звучу гораздо тише, чем скрипка и виолончель. То есть соседи по батарее не аплодируют? Соседи даже не знают о том, что у меня есть орган до того времени, когда ко мне не придут домой репетировать Юра с Ирой, потому что когда они приходят, то они уже играют, естественно, в полную мощь, и мне приходится орган прибавлять, и тогда мои соседи, наверное, уже знают времена года наизусть, потому что мы очень ответственно подходим к нашим концертам и репетируем очень много. Кстати, как сложилось ваше трио? Очень непросто и небыстро. С Ириной Валикжаниной мы знакомы с консерваторией, но было шапошное знакомство, когда мы просто... Привет-привет! И почти одновременно переехали в Ригу. Сразу взялись за сложное произведение Оскара Вермана для виолончели и органа. Это 25-минутная соната на минуточку, очень сложная. И мы с Ирой очень много играли, сыграно и в фестивалях, огромное количество концертов сыграно. С Юрой я познакомилась благодаря своей организаторской деятельности, он пришёл в церковь Стоу Павла с органисткой Ларисой Царьковой. И через какое-то время ему предложила уже сыграть общий концерт. И, кстати, наш первый концерт состоялся в пользу одного из детей, проекта, который поддерживает «Болтком». Это «Зелёная лампа». И вот наш самый первый концерт с Юрой был благотворительный. Вот. А потом уже мы стали играть, играть, играть вдвоём. И через год уже сложилось трио. Сначала мы так... Юра очень осторожный музыкант, он не берётся, как многие музыканты, сразу за сложные сочинения. Сначала что-то лёгкое, простое, обычно медленная музыка. И постепенно он переходит к более сложным композициям. И также в трио. Мы начали с простых композиций и постепенно пришли к циклу «Времена года» Вивальди. Потому что это очень сложное сочинение в первую очередь для сольного скрипача. А во-вторых, ему там нужно играть не только сольную партию скрипки, но и быть на подхвате скрипки, как от оркестра. И поэтому я говорю, что это аранжировка, потому что он фактически пашет и за соло, и за скрипичную партию оркестра. Потому что орган вот эти стремительные пассажи все вот так передать не может. И вот у нас сложилось такое замечательное трио, и мы играли и пьесы Чайковского отдельно, и вот открывали фестиваль Иоганна Себастьяна Баха. И мне очень радостно, что наш коллектив, наш вот такой ансамбль теперь может представить серию монографических концертов. И я уверена за качество этих концертов. Потому что очень важно, что мы не просто профессиональные музыканты, что мы очень ответственно подходим, как вот сейчас к этому Вивальди. Я уже не знаю, сколько раз мы репетировали, и начинаются репетиции в церкви. Это очень, думаю, будет достойное исполнение, и слушатели должны быть довольны. Я на это очень надеюсь. А вот возвращаясь немножечко назад, вот вы говорили о том, что некоторых композиторов определяют музыковеды там, кто первого, кто второго, кто третьего эшелона. А вот как действительно, все-таки, ну, не время ли расставлять все по местам? Ведь в какой-то момент и музыка Баха была забыта, и больше были известны его сыновья, чем сам Бах. Хотя вот сейчас он просто какая-то недосягаемая вершина. Вы знаете, время тоже очень, оно неотделимо от слушателей. И это очень-очень непростое дело. Например, известный композитор Альбинония, он был обласкан публикой при жизни, у него была очень благополучная жизнь, потому что он был сыном банкира. Но о нем забыли, как только он умер. И лишь спустя 300 лет его творчество начало возрождаться. Точно так же с Антонио Вивальди. К нему вернулись только в 1920 году, спустя 200 лет после его смерти. При этом, например, Георг Филипп Талиман был любимчиком эпохи Баха. Но у него достаточно тоже хорошая музыка. Она не такая гениальная, но все равно она сейчас стала исполняться. А есть гениальный композитор Дитрих Буксты Худе, предшественник Баха. И это действительно потрясающая музыка. Но он все равно не выходит в эту широкую любительскую сферу, когда его знают все, когда его любят все. Но это удивительно. Вот тот же Райнбергер, когда я играю его сочинения в концерте, он так трогает слушателей. И тот же Оскар Верман. И эти сочинения получается, что это сложный процесс. Что первое, не играют. Второе, как воспринимают. И где играют. И как играют. И получается, что это настолько зависимо сейчас, уже в 21 веке. и многие композиторы выходят из забвения, а некоторые, наоборот, редко исполняются. И это даже не то, что композиторы, которых мы сейчас не можем исполнять из авторских прав. Например, прекрасный композитор Греченинов. Да, да. И он очень редко исполняется из-за того, что существуют до сих пор авторские права. Даже Прокофьево редко исполняют, потому что не хочется связываться с музыкантами, с потомками композиторов. И я, как музыковед и как исполнитель, органист, я не могу сказать точно, почему какие-то композиторы исполняются повсеместно, а какие-то нет. Потому что даже «Сыновья Баха» это потрясающая музыка. Моцарт, Гайден, Бетховен. Наверное, просто очень сложно исполнить все. И когда пианисты выбирают произведение, то они, конечно, выбирают Шопена, выбирают Бетховена, Моцарта и не исполняют, например, французов, того же Франко, Шарля Видора или Луи Вьерна. Эти сочинения, когда их берут даже музыковеды, их никак не назовешь композициями второго ряда. Но о них широкая аудитория не знает. И я думаю, что это следующая волна волна для и музыковедов, и для исполнителей, что нам нужно исполнять все, что нам нужно знакомить публику как можно с большим количеством хорошей музыки. Я хотел сказать, что это следующая тема для нашей встречи, потому что есть планы знакомить наших слушателей как раз таки с историей музыки, может быть, открывать новые имена, новые, ну, новые старые имена и произведения, которые, может быть, ну, не заслуженно как-то обойдены вниманием, а мы можем, ну, мы это, конечно, ели... в наших силах это исправить. Спасибо большое. Елена Привалова-Эпштейн сегодня была у нас в студии. Всего доброго.